Итак, я нашел время ответить на вопрос, который мне задал чувак под ником Jack Rich. Он добавил комментарий, Антон, смотрю уже давно твои влоги, очень интересен путь твоего становления. Можешь заснять видео о том, как ты начал карьеру? Такое, конечно, меня немножко взяло в шок, потому что, ну, какой из меня блогер? Ну, по большому счету, есть такой себе блогер в плане того, что какая-никакая информация от меня поступает, она может быть некачественной, либо качественной, это, конечно, зрителю решать, но пока что я себя не считаю прям блогером, ну, хотя, с одной стороны, можно, можно уже, в принципе, начинать считать себя, когда, если люди задают вопросы, им интересно, значит, что-то я делаю правильно. В общем, я написал список, я уже подготовился к этому моменту, я написал список, и сейчас я его зачитаю, ну, постараюсь ответить на все эти вопросы. Итак, вот как же начинался этот путь становления? Это было случайно. Я узнал о платформе вообще в 2014 или в 2015 году, это было так, типа, слушай, а ты что-то на ютубе смотришь? Да, прикольные ролики, там, смешно, прикольно. А ты знал, что на ютубе можно зарабатывать? И я такой именно. What? Да, первая моя была цель, это работать удаленно от дома и зарабатывать деньги на ютубе. Так и начался мой путь. Сначала это был первый мой канал, это был формат роликов плюс 100-500 и this is хорошо, и довольно неплохо. Это дало мне такой хороший опыт, но на 70-м выпуске мы это все оставили, потому что я пообщался с Андреем Немодруком с канала ND Production, мы были у него на квартире, он сказал, чувак, делаешь все хорошо, качественно, но формат устарел. И тогда я понял, что надо искать что-то другое и как-то ушел, ушел из этой платформы опять же. Потом прошло время, и я начал снимать свои первые ролики, еще у меня был пятый айфон, это был 2015, по-моему, год тоже, я начинал там в Китай или свои первые ролики, я не помню, точно в Украине. Это было прикольно, конечно. Сейчас смотришь на это качество и такой, ё-о-о-о, это ужас. Сейчас, вот, но, да, снимал на пятый айфон. Я сейчас, кстати, снимаю на шестой айфон спустя 4 года. Вот. Ну, вообще, если по большому счету, мне не нравится. Мне нравится снимать видео. Мне нравится, но не всегда. Бывает, я заставляю себя пойти, что-то отснять, но, как правило, когда ты заставляешь себя, ты начинаешь вот этот первый шаг, он самый сложный, ты потом начинаешь снимать, а потом такой, так, вот это, вот это интересно, и так, 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 начинаешь дальше. И самое интересное, когда ты снимаешь и пытаешься что-то найти, оно само тебя находит. Определённые ситуации, прикольные моменты, ты мог заснять что-то очень интересное в этот момент, что произошло, знаешь, и это довольно-таки интересно. Мне нравится то, что после того, как ты всё это материал собрал, грязный, да, ты ложишь его на монтажную ленту и начинаешь нарезать под музыку, под эффекты, под звуковые эффекты. И вот этот вот процесс, это вот настоящая магия для меня. Вот мне нравится. Мне нравится делать там творчество. Вот такой вот ещё процесс становления. И ещё-ещё. Так, что ещё? Так. Ещё, что очень важная штука, мне нравится пересматривать свои видео. Не все. Это 100%. Не все видео, которые мне нравятся. Но, это память. Это такая дневник памяти, я бы назвал. Знаешь, если через 100 лет изобретут возможность собирать людей по запчастям обратно и загружать его память в компьютер, мне кажется, если я наделаю 5000 роликов, меня можно будет воссоздать. Через 300 лет я не против бы глянуть на будущее, что произошло с планетой. Вот ещё такой момент. Собственно, и всё. Вот весь мой процесс становления. Блогером, надеюсь, ютубером, как лучше правильно сказать. Но я, если честно, я думаю, что я начал поздно. Я начал поздно, но потом со временем я понял, что вообще никогда не бывает поздно. Поздно – это когда у тебя уже болезни. Ты уже старый, ты ничего не можешь, ты уже просто физически не можешь, потому что у тебя всё болит. Да. А пока ты молодой, ты можешь вот творить столько ошибок, столько делать глупостей. И если каждый раз, когда ты жалеешь, например, я смотрю на видео 2015 года и такой, я жалею о том, что я вот это сделал или это сказал. То есть я перерос этот момент, я повзрослел. И каждый раз, когда ты будешь пересматривать свои видео и видеть, что, блин, ну что здесь происходит? Не-е-е. Значит, это хорошо. Ты делаешь ошибки, ты взрослеешь, ты эволюционируешь, назовём это так. Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Я тут задумался о такой штуке, что периодически мне не нужен стабилизатор. Но вот в данный момент, когда я иду, и моя рука трясётся, то да. Но вот вышел, например, 11-й айфон. Блин, это просто, как говорит Макс Зорин, пушка-бомба. Потому что картинка из него просто великолепная. И самое интересное, что там уже такая встроенная стабилизация, это, я говорю, за 11-й айфон про, матёра. Матёра, если ты начинающий чувак, который снимает именно видео просто про информацию, которая вокруг тебя, ты не делаешь никакие коммерческие заказы, то шикарно. Этот телефон идеален. Просто идеален. Да, он слишком дорогой для меня. Да, да я бы хотел его, конечно, в будущем. Но тогда мне не нужен будет стабилизатор. Так что это, конечно, новый телефон. Но, если у тебя нет телефона, нет стабилизатора, хотя вряд ли у тебя нет телефона, если ты смотришь это видео, значит, ты смотришь его либо через компьютер, либо через телефон. В общем, я к тому веду, что я этого как-то раньше не ценил, то, что у меня просто был телефон. Я всегда хотел какие-то навороты и так далее, но с наворотами, конечно же, попроще. Но начинать можно реально снимать на телефон. Главное, интересная история. А еще лучше, если у тебя есть палка, это уже стабилизирует твое движение. А еще лучше, если тренога, вот эта горилла под которой у тебя есть. Тогда ты можешь делать резкие такие повороты. Вот стабилизатор за этим не успевает, да? А там ты можешь делать классные эффекты. Поэтому есть в этом и плюс, и есть в этом минус. В общем, я рад, что у меня есть стабилизатор, но теперь новая цель. Надо взять Adiphone 11 и убрать всю эту ненужную тяжесть. Потому что рука, рука очень сильно устает носить эту штуку. Всегда вот так вот на вытянутой руке. Я каждый раз нахожу какие-то новые мелочухи. И это, блин, настолько классные вещи. Например, зарядка от столба, которая питается от солнечной батареи. Это гениально. Вроде мелочь, но такая приятная. После того, как я сел в парке, открыл ноутбук, рассказал историю, я думаю, блин, вот прекрасное место. Тут тенек, тут прохладно. Тут можно было вот так вот поставить ноутбук и говорить на камеру. И не сидеть на картонах. Все хорошие идеи приходят только после того, когда ты сделаешь пару ошибок. Я вам, наверное, рассказывал, что означает зеленый номер на машине. Это электрический посад. То есть в Китае он уже есть. Или это гибрид, или это электрика. Но вообще, как бы зеленые номера это полностью электрическая машина. Уже в Китае. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...